Хэй-хэй, народ, Сэд здесь! Сегодня я буду обозревать Dark Messiah of Might and Magic. На удивление, Dark Messiah — это игра в освобождении вашего папаши из-за решётки. И ещё удивительнее то, что Dark Messiah очень неоднозначно в представлении своих первоисточников. Если что, Dark Messiah — это восхваляющая визуальная новелла, основанная на главах 17 по 20-ю зарождения в Библии по версии Кинга Джеймса. У нас есть все ключевые моменты от прибытия Лорда до последующего падения столь значимого города Гамора. Женщины, обращающиеся в соляные колонны за непослушание Богу, а также существо из твоих собственных плоти и крови, что заставляет тебя напиться и оплодотворяет само себя твоим семенем, потому что вокруг не было других мужиков. Всё это тут есть, но я не могу избавиться от чувства, что всё церковное послание каким-то образом утрачено в этой симуляции Ветхого Завета. Для начала фараон Египта не был чернокнижником. Да, есть возможность, что существовали натренированные боевые гули, нанятые в его войска, дабы выступать против иудейских племён. Но это крайне маловероятно, и буквально каждый выдающийся учёный попросту отверг бы новость о его способности призвать костяных драконов и одушевлять трупы. Это богохульство. Единственным кастером с подобным уровнем способности был Моисей в главе «Исход». Раздвинул Красное море для побега от фараона, используя чит-коды на бесконечную ману и камни, сочащиеся свежей питьевой водой, и всё это для него работа на один день. А вот это основано на проверенных доказательствах. Чем дольше я играю в Dark Messiah of Might and Magic, тем больше я убеждаюсь, это вовсе не христианская игра, и я чувствую, что был жестоко введён в заблуждение наименованием с обложки, дабы думать иначе. Если вы хотите научить ваших детей Слову Божьему через видеоигры, я рекомендую поискать более достоверные тайтлы в другом месте. История. Вы играете за Серета, полудемона и сына Диметриуса Леброне, двукратного чемпиона NBA и лорда демона высшей преисподней. Как и любой потерявшийся отец, Диметриус вступает с вами в контакт через телепатию, когда попадает в тюрьму. Серет, мой мальчик, я знаю, я пропустил твоё детство и оставил тебя на попечении у демонических колдунов. Но у меня была веская причина. Слушай, не помог бы ты своему старику выбраться? Принеси мне череп теней и освободи меня из этой тупорылой тюрьмы. Потом можем сходить в Макдональдс, я куплю тебе набор один доллар, а я угощаю. И так без задней мысли вы прорубаете себе путь через весь континент, попутно решая, является ли освобождение вашего отца и разрушение Международного суда справедливости этичным поступком. Кто-то возразит, что настоящий объективист-эгоист будет делать всё, что он захочет, ведь любые негативные последствия от освобождения вашего демонического отца в мире земном попросту морально пугают. Мораль сама по себе пугает. Совесть пугает. Или же вы можете выбрать утилитарный подход и решить, что жизни миллионов немытых крестьян, которые поглощены кровосместительными союзами и жестоким обращением с детьми, стоит больше, чем ваша персональная радость как сына, воссоединившегося со своим единственным отцом, который совершил пару ошибок и потерял права опеки над своим единственным ребёнком из укоренившихся профеминистических присяжных суда Ашана. Перечень действий в Дарк Мессая включает в себя сложный выбор между натуральным спермодемоном, который защищает, глотает и постоянно всячески симпатизирует вам и действует исключительно в ваших интересах по свержению вашего отца и вашему восхождению на адский трон. И назойливый, истерично визжащий карго с фигурой старого немецкого холодильника и проблематичной стрижкой, которая хочет, чтобы ты делал всё, что она скажет. Однако никогда не предлагай ничего взамен, кроме использования телекинеза дважды, которая может быть предана и оставлена на съедение гигантским тарантулам. Но это её не остановит. Она настолько токсична, что её собственный витриол держит её в живых, дабы она могла п***боваться над вами после того, как будет воскрешена в виде мага Лича. Великолепный релеплей, подобный этому, поддерживает уважение к студии Аркейна. Геймплей Dark Missy является, наверное, лучшим файтингом от первого лица среди всех. Также это один из немногих среди всех тайтлов, что может быть пройден, не используя никакого оружия, кроме вашей левой ноги. Игра позволяет вам развить персонажа в разных направлениях, используя очки умений, что приведут к разным видам развития героя, где воин будет самым прагматичным и прямолинейным. Ранее я бы сказал, что стелс будет не самым удобным, но в моём текущем прохождении с максимальными стелс-перками и экипированным костюмом Ассасина я практически не видим в тенях, пока кто-то не подойдёт ко мне вплотную. Маны регенерируются слишком медленно, чтобы регулярно использовать заклинания, что заставляет вас давиться вместо этого синими баночками. Чтобы это исправить, я настоятельно рекомендую использовать консольные команды, дабы сделать магию юзабельной, потому что обычно очень хреново ждать по несколько лет, чтобы стрельнуть единственной огненной стрелой. Также магия требует огромного количества очков умения для совершенства, так что я советую вам сделать себе пару поблажек, дабы насладиться этим экспириенсом. Боёвка держит вас в восторге большую часть игры. Не упоминая многочасового лазания по канатам в секции платформинга, которые вы размещаете с помощью лука и верёвки, что создаёт бесконечное число канатов, присоединённых к стрелам, которые были заточены на безвредность ко всему, что не является потолкома. Схватки здесь очень хороши, и вы можете подойти к ним с разного множества путей. Это означает, что вы можете убивать врагов напрямую при помощи способностей, или же использовать территории, окружающие источники угрозы, дабы помочь ребятам встретить свою кончину. Когда я играл много лет назад, я также не ценил факт наличия большого количества альтернативных путей для каждой зоны, что позволяет выполнять побочные задачи, получать дополнительное снаряжение и секреты, или дают возможность пропустить большую часть уровня. Здесь также есть много мелких взаимодействий, такие, например, как сильно раненые враги, что начинают текать от схватки в попытках покинуть поле битвы. Если у вас в руках будут клинки, а враг будет обращен к вам спиной, ваше оружие сменит позицию по нажатию левой кнопки мыши, моментально прикончит врага броском, нажав шею. Нанесение врагам большого урона также открывает умение адреналина, которое усиливает любое оружие или заклинание, используемое вами на следующую атаку, и может, например, навсегда заморозить врага заживо при использовании ледяного заклинания, или навсегда уменьшить врага с заклинанием ослабления, который начнет спасать свою жизнь, убегая вопя, пока нога героя автоматически его не раздавит, когда вы подойдете к нему слишком близко. Когда эта игра вышла, она получила много критики за то, что она, цитата, «слишком простая» из-за пинка. Держу пари, что ни один из так называемых игровых журналистов не играл на высоких настройках сложности. Итак, давайте сравним один и тот же уровень на всех трех сложностях. Простой. Как ожидалось, мало что может составить проблему. Средний дает жар, но отнюдь не невозможный. А вот тот же уровень на бешеной сложности смерданте. Желаю удачи пережить вам это дерьмо, тупорылые казуалы. Критика. У этой игры есть неоспоримые проблемы. Она все еще чертовски нестабильна, или как минимум такова текущая версия в Стиме. Привыкайте перезагружать сохранения, потому что движок Surus сдохнет на загрузочном экране, и вы об этом не узнаете, потому что играете в полноэкранном режиме. А сообщение об ошибке видно только в оконном. И если бы вы описали ванильный с Карим как склонный к вылетам, тогда вы можете считать Дарк Мессая многополосной автомобильной катастрофой. Без единого выжившего. Кроме детей, конечно. Которые теперь останутся сиротами, вынужденными продавать свое тело на улице. Дарк Мессая, говоря проще, довольно крепкий файтинг от первого лица с до ужаса дерьмовой истории, написанной в извращенной вселенной, созданной Юбисофт, после получениями прав на франшизу Меча и Магии, где весь сюжет вращается вокруг. Драконы делают то, драконы делают все. Все боги теперь драконы. Тут и драконы света, и драконы порядка, еще драконы хаоса. Бл***ь, почему нет? Иисус теперь тоже дракона. История этой игры и всех героев Меча и Магии, начиная с пятой части, похожа на встречу Деви Нарта со сценаристами из школы порно-режиссеров. Но именно в этот раз продукт словно неограненный алмаз. И это все оправдывает. Во многих моментах Дарк Мессая похож на Супер Марио, за исключением того, что вместо сокрушения разной фауны вашим титаническим наскоком, выпинаете ее в сторону ржавых кольев. Как всегда, больше контента на подходе. Теплая благодарность многочисленным членам Купеческой гильдии, спонсирующим эти жуткие, жуткие видео. Вы все прекрасны, всего хорошего. Переведено и озвучено командой Жирнедаб. Если вы тут впервые, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на бубенчик. Субтитры сделал DimaTorzok